Движение затруднено. Машины ждут очереди, чтобы проехать огромную лужу. Снег, который лежал на полях, растаял и потоком хлынул на дорогу. Потому сотрудникам ГИБДД здесь приходится регулировать движение. А на этом участке оно и вовсе перекрыто. В Надеево, ближе к Лисицинскому карьеру, путь автомобилистам закрыт. Подрядная организация, в свою очередь, утром прочистила водопропускную трубу от наледи. Но, к сожалению, на данном участке водопропускная труба одна. И она просто не справляется с потоком воды, который идет через проезжую часть. И уже решением Департамента дорожного хозяйства и транспорта, как собственника автодороги, было принято решение ограничить движение. Вода разделила участок дороги Старомосковское, шоссе Надеева на два берега. Теперь волокжанам приходится идти в буквальном смысле слова вброд. Автобусы, которые двигаются из Вологды, высаживают пассажиров прямо у запрещающего знака. Благо, у самых запасных есть резиновые сапоги. Но в этом случае, думаю, помогут только бродни. У Сергея они всегда с собой. Машину пришлось оставить на одной стороне. А самому идти встречать жену с сыном с автобуса. Переправить детей через стихийно образовавшуюся реку помогли полицейские. Периодически каждый год это происходит. Просто в этот год все так бурно растаяло быстро и получилось это. Уже автобус сюда редко ходит. И получается пешком с автобуса с работы люди идут так. Кому-то не жалко ботинок. А закаленные даже пытаются перебежать босиком. Не удается. Вода ледяная. Водичка ничего. Более-менее. Сейчас автомобилистам необходимо искать объездные пути через город или близлежащие деревни. Как сообщили сотрудники ГИБДД, такая же ситуация на дороге Васильевской-Захарова. Плюс здесь повреждено покрытие. Образовалась огромная трещина в асфальте. Всем дачникам советуют отменить поездки в эти выходные. Ирина Барышева, Николай Замараев. Новости Вологды.